Армия приветствует главнокомандующего. Главнокомандующий приветствует армию. Накануне очередных массовых протестов Николас Мадуро с военными прошелся по базе Форт-Юно в Каракасе. Подробно об этом рассказал государственный телеканал Венесуэлы. Вы гордитесь тем, что вы являетесь венесуэльцами? Да, главнокомандующий. Вы любите свою нацию? Да, главнокомандующий. Собираете ли вы защищать Конституцию? Да, главнокомандующий. Собираете ли вы защищать своего конституционного главнокомандующего? Да, главнокомандующий. Вы сделаете это. Делаете это с честью. Делаете это на совесть. Я поздравляю вас, ребята. Вы сможете продолжить путь, заданный командантом Чавес. В интервью российским журналистам Мадуро заявил, что у него есть поддержка Москвы на всех уровнях. Когда его спросили про охранников из частных военных компаний, ответил, не комментирую, ничего, у меня нет комментариев по этой теме. Пока президент официальной Венесуэлы шествует с сотнями солдат, самопровозглашенный глава государства Хуан Гуайдо готовится вывести на улицы сотни тысяч протестующих. Если со мной что-то случится, люди знают, что делать. Был призыв протестовать сегодня и в субботу. Мы в парламенте идем по понятному пути защиты нашей Конституции. Наша цель – прекращение узурпации власти, создание переходного правительства и проведение свободных выборов. Все указывает на то, что с этого пути свернуть уже невозможно. Самого Гуайдо Верховный суд Венесуэлы накануне признал невыездным. Прокуратура начала против спикера парламента предварительное расследование в связи с, цитирую, «серьезными преступлениями, нарушающими конституционный порядок». Мы понимаем, что расследование продолжается. Суд запрещает гражданину Гуайдо выезд из страны без разрешения до завершения расследования. Кроме того, описывает принадлежащее ему имущество и блокирует любые операции по банковскому счету или любые другие финансовые инструменты на территории Венесуэлы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня подтвердил официальную позицию Москвы. Выполняются межправительственные соглашения, Россия и Китай остаются ведущими партнерами Венесуэлы, Кремль готов быть посредником в улаживании внутреннего конфликта. Что целью может быть только создание условий, которые будут побуждать венесуэльские стороны договариваться. Если же изначально в какие-то посреднические инициативы будет закладываться необходимость предрешить уже эти переговоры, то едва ли такой посреднический формат будет полезным. Сегодня же Хуану Гуайдо позвонил президент США. По словам самопровозглашенного главы Венесуэлы, Дональд Трамп предложил ему гуманитарную помощь. В ближайшее время свою позицию должны обозначить и страны Евросоюза, которые ранее объявили ультиматум. Либо новые выборы, либо Гуайдо президент. Срок ультиматума истекает в ближайшее воскресенье. Роман Перл, Антон Русанов, RTVI.